Статус свидетелями на в таком качестве в деле о получении взятки проходит сегодня депутата КЗС и бывший главврач Краевого онкоцентра Александр Лазарев. Аналогичный статус и у депутата Гордума Кристины Юстус. Напомним, громкое расследование началось в конце прошлого года. Тогда заместителя главврача онкоцентра улечили во взятке в полтора миллиона рублей. Следователи пояснили, разбирательство затянется. Другая история. Месяц назад на территории одной из барнаульских школ на семилетнюю девочку упала часть бетонной ограды. Версия руководства школы о том, что причиной происшествия стало землетрясение, не подтверждается. Эти плиты крепились металлическими скобами, сваренными. И в одном месте отошла эта сварка, не знаю почему, то ли металл такой, то ли сделано не так. То есть проектировано. Технические моменты все эти утрясем и примем решение. По-прежнему на контроле уголовное дело о детском спортивном клубе в одном из аварийных домов Барнаула. Подозреваемый владелец секции. Но, как заявили следователи, в ходе разбирательства проверят и действия администрации, разрешившей открыть там клуб. В центре внимания следователей 14 уголовных дел по факту невыплаты заработной платы. Тысячи сотрудников задолжали больше 30 миллионов рублей. Самые злостные нарушители закона по данному факту – Заринское предприятие «Цементы» Новоалтайский завод ЖБИ. Их общий долг перед сотрудниками – 15 миллионов рублей. Долги уже ликвидированы. Татьяна Голубева, Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости.